Дороги быть два города Наринмар и Усинск. Долгожданная дорога может соединить уже через несколько лет. Деньги есть, осталось достроить. Деньги есть, осталось достроить. Предложениями и планами жители региона продолжают обсуждать концепцию развития округа до 2025 года. На этот раз свои предложения высказали работники администрации поселка Искатель. Их пожелания главным образом касались строительства и инфраструктуры поселения. Моя коллега Валентина Щебельщик подробнее. О водопроводе жители-искатели мечтают уже со дня основания поселка. И это не преувеличение. Казалось бы, рабочий поселок находится вблизи города, а питьевой водой не обеспечен. Дважды в день к домам подъезжает специальная машина и раздаёт людям питьевую воду. Администрация поселка поставила эту проблему в списке предложений концепции 2025 на первое место. Сюда же включили оснащение всех домов горячей водой. То есть мы должны включить программу, это сделать разводку горячей воды по домам. Дома у нас разные, ездят, можно быстро провести, где-то усложнённо, там по старой схеме сделано, подключено, поэтому придётся делать разводку усложнённо. Жить в благоустроенных домах тоже входит в планы жителей посёлка-искателей. Сегодня в очереди на новое жильё стоит более 400 человек, в том числе по переселению из ветхого и аварийного жилья. 60 многоквартирных деревянных домов, называемых в народе бараками, до 2025 года должны быть расселены. И всё же в первую очередь это ветхое жильё, чтобы посёлок-искателей, так же как и город, смотрелся не только внешне, но и чтобы каждый житель радовался, что он имеет настоящую тёплую и уютную крышу над головой. Чтобы в построенных кварталах не ездить по бездорожью, строительство дорог тоже значится в списке. В ближайшем будущем они появятся в коттеджном посёлке Вилладж. К каждому предложению будет разработан проект и определена его стоимость. Например, дороги в Вилладже обойдутся бюджету посёлка в 114 миллионов рублей. Обустройство набережной – 47 миллионов. 20 миллионов будет стоить водопровод. Как скоро посёлок сможет воплотить свои планы в реальность, станет известно уже в сентябре. Напомним, президент Владимир Путин дал официальное поручение правительству в срок до 16 сентября изыскать необходимые для вознавления строительства дороги средства в размере более 8 миллиардов рублей. В общей сложности достроить осталось 83 километра дороги и мосты через реки Лая-Вош, Лая-Харьяха, а также ввести в эксплуатацию практически построенный мост через реку Шапкино. В настоящее время Минтранс России направил предложение о выделении средств в бюджету Ненецкого округа на сфинансирование строительства дороги на Ринмар-Усинск. Так, в следующем году предлагается выделить 1 миллиард рублей, в 2016 году 2 миллиарда, в 2017 году 2 миллиарда 701 миллион рублей. Тем временем школы региона продолжают готовиться к новому учебному году, до которого осталось меньше трёх недель. Так, например, принять своих воспитанников уже готовы несколько образовательных учреждений, среди них Красновская, Хангурейская и Оксинская школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заполярного района. Готовность образовательных учреждений к новому учебному году подтвердила специальная комиссия. Всего ими было осмотрено 10 школ и детских садов. Все они получили положительное заключение. Пожарное и санитарное состояние соответствуют всем необходимым требованиям. Так, на сегодняшний день принять воспитанников готовы учреждения в Красном, Оксино, Макаровой и Хангурее. Помимо ремонт, завершённый в детском саду Нальминоса и Гнёздышке, что в посёлке Искателей. Также принять детей готовы Дом детского творчества и Школа искусств. Информационно-аналитическая система мониторинга «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за июль этого года. Одним из глав, резко улучшившим свои позиции в данном рейтинге, стал временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Игорь Кошин. Глава округа поднялся за месяц сразу на 12 пунктов и занял 8 место в рейтинге. Одним из наиболее цитируемых стало сообщение в «Живом журнале» о презентации основных направлений развития Ненецкого округа до 2025 года. Добавим, что лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В Оксино открылся отдел многофункционального центра. Теперь государственные и муниципальные услуги для жителей населенного пункта стали доступнее. Пока прием граждан проводится на дому, но после завершения ремонта в центре получат отдельное помещение в здании правления местного СПК. О том, какие услуги могут предоставлять в МФЦ, в телефонном интервью нам рассказала инженер-инспектор Светлана Вокуева. Все это до конца не утрясено. Ну, будут обращаться, может, будем звонить в соцзащиту, там тогда будем узнавать подробности. Может, будут подсказывать как-то это все, как правильно принять или еще что-то. Потому что у нас, как бы, регламентов, как бы, таких нет по соцзащите до конца. По пенсионному, наверное, что-то в фонду и, скорее всего, замена паспорта. Смотрите далее в нашем выпуске. Мусорный коллапс жителей микрорайона Качгард. Вот уже несколько недель борются с бытовыми отходами. Кто виноват, попыталась выяснить Алина Ваучейская. Зарулили на рейнмарские автошколы, отправили в ГАИ. В силу вступил приказ, который отвердил новую программу профессионального обучения для будущих водителей. Что изменилось? Молодежь Нинецкого округа отправилась в Крым. Там стартовал молодежный форум Таврида. Морские перевозки из Архавельского на Рейнмар по расписанию. Любые виды грузов. Упаковка, хранение и доставка от двери до двери. Предоставление контейнеров. Полартранс. Мы рядом. Телефон 8 800 187 64. Сайт polartrans.ru Вы просили и мы продлили. Только до 24 августа в Техновидео на весь ассортимент скидка 50% и ни процента меньше. Плюс подарки на 15% от стоимости покупки. Праздник продолжается. ЛМ Тур. Только проверенные туроператоры. Только надежные предложения. Многообразие различных туров и круизов. Доступные цены. Продажа авиабилетов за границу с оформлением шенгенских виз. Консультирование по оформлению заграничных паспортов. Связь с клиентами по телефону и по электронной почте. Для постоянных клиентов действуют скидки. ЛМ Тур. Мы находимся в здании магазина «Универсал». Телефон 4 3167. ЛМ Тур. Это большой ассортимент. Честная цена и надежное партнерство. Мы продолжаем. Жители микрорайона Качгард бьют тревогу. На протяжении нескольких недель оттуда не вывозят мусор. Гора с бытовыми отходами с каждым днем становится выше и зловоннее. Кто виноват и как решить проблему? Ответы на эти вопросы искала наш корреспондент Алина Ваучейская. Это невозможно вонить. Какой кошмар. Такого раньше не было. Мухи, крысы и бездомные собаки. Эти обитатели в соседях у Ольги Квитко числятся уже две недели. Ровно столько из мусорных контейнеров, расположенных около дома женщины, не вывозят отходы. Да почему тут собаки не живут и все на свете? Почему-то большие дома обслуживаются этими компаниями, а частный сектор, как будто мы не люди тут живем. Почему-то вот так вот можно это все бросить, устроить вот это все и живите как хотите. Почему так-то? Грязью зарастает практически весь микрорайон Качгард. Улицы Морская и Речная, переулки Снежный и Школьный. Раньше отходы из контейнеров в этом районе вывозила компания «Базис-сервис», но чуть позже обязанности по уборке передали «Базис-трансу». Те, в свою очередь, повысили тарифы на вывоз бытовых отходов. Если раньше с одного человека брали 75 рублей, то теперь за уборку мусора в месяц нужно платить 225 рублей. Такие ценовые изменения не понравились жильцам. Я вот по этому договору и буду платить. Теперь не буду, потому что не выполняют они свои функции. Счет уже пришел. Счет пришел, вон исправно опустили в почтовый ящик. Это за июль. Неважно. Они и в июле не вывозили. Так они каждый месяц носят. Они и в июле не вывозили уже. Они вообще не вывозили. В июне на общем собрании жильцы Качгарта решили поменять обслуживающую компанию. На сходе присутствовали и представители управляющих организаций «Базис-трансу» ПОК-ТС и староста микрорайона. Было собрание. Она сказала, что с 1 июля нас будут вывозить ПОКи. Все, мы туда больше не лезем. Никаких не договоров, ни с кем не приходим туда, и ничего не выведут. Она сама сказала, что у ПОКов тариф дешевле, у них 105 рублей. С 1 июля мы с ними заключаем договора. Там ПОКи сидели, они сказали, что да, мы сами разнесем вам эти договора. Из 130 семей, проживающих в частном секторе Качгарта, договор с ПОК-ТС так никто и не заключил. Итог. Разбросанный мусор продолжает портить вид почти всему микрорайону. Тем временем коммунальщики нам пояснили, что мусор вывозить не будут, пока хотя бы 70% жильцов не заключат с ними договор. На данный момент организация наша выразила согласие обслуживать микрорайон. Но до сих пор ни один из жильцов не пришел для заключения договора. Договорных отношений нет и, соответственно, мы не выполняем работы. В этой истории найти виноватых сложно. Вроде и жильцы страдают, и управляющие компании здесь ни при чем. Хотя есть еще и третья сторона мэрия. В 131-м федеральном законе четко прописаны обязанности муниципальных образований. В том числе организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, а также организация мероприятий по охране окружающей среды. Впрочем, пока город-администрация лишь развесила объявление с просьбой к жильцам заключить договор с управляющей организацией. Так называемая война между жильцами и управляющими компаниями в наше время явление частое и уже ставшее нормой. Ситуация, которая происходит сейчас в Качгарте, отдаленно напоминает сюжет из басни Ивана Андреевича Крылова. Кто виноват из них, кто прав. Судить не нам, да только ВОЗ и ныне там. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Учить рулить будут по-новому. В силу вступил приказ Миноборнауки, в котором прописаны примерные программы подготовки водителей. Какие это повлечет последствия для автошколы и для будущих слушателей, в интервью нам рассказал преподаватель первой автошколы Виктор Яковлев. «Появилось очень много новых категорий. Под эти категории потребовались новые программы учебные. Программы были разработаны, но очень долго они проходили экспертную оценку, внедрялись. И вот с 11 августа наконец-то программы эти приняты. И теперь все учебные заведения обязаны работать по этим новым программам. Для того, чтобы работать по этим новым программам, любая автошкола должна сейчас пройти экспертную оценку в ГИБДД, то есть получить заключение о материально-технической базе, о кадровом персонале и так далее. После этого автошкола либо получает, либо не получает возможность работать дальше. В чем разница этих программ? Ну вот если убрать нашу основную категорию В, то здесь разница не очень большая. Здесь немножко увеличилось время на теоретические занятия. Добавились такие предметы, как основа психологии. То есть здесь нужно будет учеников, будущих водителей учить к разрешению конфликтно-спорных ситуаций, которые часто возникают на дороге». По новым требованиям добавятся также часы теории и практики в программу. Помимо лекций о правилах дорожного движения придется прослушать, например, курс психологии. Теперь о самом главном. Если раньше обучение в автошколах контролировало Министерство образования, то сейчас к нему добавляется и ГИБДД. Лицензию автошколам будет выдавать госавтоинспекция и только после проверки. Если раньше это делали просто на основании документов, то теперь правоохранителям придется выезжать в каждое учебное заведение. Инспектор обязан осмотреть помещения, автомобили, площадки для езды и даже сфотографировать все это. Проверят ГИБДД и учебные программы. Они, конечно, в каждой школе свои, но должны соответствовать тем самым примерным правилам, которые уже начали действовать. Кстати, новые правила расширят список категорий прав. Если раньше их было 9, то теперь будет 10 категорий и 6 подкатегорий. Есть и такие, которые касаются водителей скутеров и мопедов. Им тоже придется сесть за парты и пройти обучение. Зато сдавать экзамены можно будет на машинах с коробкой автоматом. Правда, в правах будет об этом пометка. И на механике такие автолюбители уже покататься не смогут. В целом, требования к автошколам ужесточились. И чтобы получить лицензию, многим придется технически перевооружиться. На это, конечно, понадобится время и деньги. И еще в связи с увеличением часов теории и практики, автошколы, скорее всего, поднимут цены на свои услуги. Не скучные выборы. Молодежный проект под таким названием стартует в Ненинском округе уже 15 августа. Чуть больше месяца каждую пятницу на территории Заполярной столицы будут проходить тематические дискотеки. Проект призван поднять интерес молодежи к предстоящему голосованию на выборах 2014. Во время дискотек молодые люди смогут не только развлечься, но и выразить свою гражданскую позицию. Организаторами весьма необычного проекта является Ассоциация скаутов Ненинского округа, а также клуб диджеев. Смысл дискотек и смысл задания диджеям, которые будут работать, это будет марафон диджеев, не конкурс, марафон, общаться с ребятами, приходящими танцевать, пообщаться с одной единственной целью. Замотивировать и донести до них такую мысль. Если ты взрослый, если ты совершеннолетний, то сходи на выборы. Вообще удиви себя и сходи на выборы. Также во время дискотек планируется провести показ слайдов с демотиваторами и объяснить молодежи, зачем и почему нужно идти на выборы. Первая дискотека пройдет в районе Котлована, что в поселке Искателей. Очередная делегация маленьких курортников вернулась с полуострова Крым. Школьники отдыхали в молодежном центре «Звездный берег». С собой они привезли весьма необычный подарок. Благодарственное письмо для главы региона Игоря Кошина за достойное патриотическое воспитание детей из Ненинского округа. Подводные лодки, танкеры, салют и праздничный концерт. Традиционная высадка морского десанта, бронетранспортеры с пехотой. Фонтаны на воде в исполнении пожарных катеров и групповой прыжок парашютистов с самолетов А-26. Из всей поездки в военно-морской парад ко дню ВМФ Миша Таратину запомнился особенно. Мальчик с восторгом в глазах вспоминает, какая атмосфера царила в Севастопольской бухте. Мне понравилось, как там плавали корабли, там всякая была техника российская, там опускали ракеты, вертолеты летали. Впрочем, вся программа смены была насыщенной. 21 день, 21 незабываемый праздник. Ребята поучаствовали в ночном квесте, побывали на мастер-классах по джампингу, искусству рисования по телу и вдоволь накупались в море. Жили школьники в современных одноэтажных коттеджах с удобствами, в номерах по три человека. Также на территории центра они могли пользоваться спортивным комплексом. Ну а пляж находился в 100 метрах от корпусов. Хорошие условия там были. Дворик такой, миленький, комната с удобствами, внутри все было. Кормили очень вкусно, там большие порции, все пятиразовое питание. Цель поездки – патриотическое воспитание детей в рамках подготовки школы к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Путешествия организовали за свой счет. Расходы на путевки и билеты родители оплачивали самостоятельно. И как оказалось, не зря. Дети приехали загорелые, счастливые и с массой идей, которые теперь будут реализовывать в своих школах. Дети, они научились очень многим анимационным таким движениям. Они готовы зарядки делать с утра. Сейчас у них в школе очень много идей. Мы говорим, приедем, сейчас будем в школе по утрам с 8 утра вот эти все анимационные или на переменах вот собирать в полу школы и вот показывать вот эти все движения. Море эмоций, новых знакомств и впечатлений. Они запомнили эту смену на всю жизнь и пообещали вернуться вновь уже следующим летом. Под Севастополем впервые открылся Международный молодежный форум «Таврида». Туда съехались 1700 участников из России и еще 60 стран. Каждый день форума посвящен новой теме в программе «Встречи с известными людьми, политиками, историками, представителями шоу-бизнеса». На молодежной площадке работает и делегация из Ненецкого округа. Всего 4 человека. Один из них – журналист газеты «Выбор.Нау» Алексей Волков. Мы связались с ним по телефону. И вот что он передает из Республики Крым. Много очень людей известных приезжают в мастер-классы. Вчера мы прослушали лекцию Даренко, известного журналистка, на котором присутствовало очень много народу. Сегодня на форуме «День предпринимательства» выступают очень успешные молодые люди от 18 до 25 лет, которые заработали приличное количество денег и могут поделиться с летом успеха, ответительные вопросы. Сегодня, допустим, выступал Даниил Мишин, владелец всех этих хостелов в Москве и за ее пределами, который в 11 лет уже открыл свой первый хостел и, грубо говоря, к 20 годам заработал свой первый миллион. Ну, вообще-таки, встречи мотивируют молодых людей. Есть чему получиться нам. Каждый регион берет что-то свое. В отпуск на отпускные. Реально ли это в наше время? Ведь порой, чтобы отправиться на курорт, людям приходится прибегать к помощи банков или залезать в долги. Иначе никак денег на долгожданный отдых многим попросту не хватает. Впрочем, те, кто работает официально, чаще всего спасают бесплатные дороги. За недешевые перелеты или переезды организация компенсирует затраты. Мы вышли на улицы Горда, чтобы спросить у Нарин Марцев, можно ли на дни отпускные позволить себе отправиться в теплые края. И вот что они нам отвечали. Мне в этом помогает муж. А так, на мою зарплату нет. Наверное, я бы не в полной мере отдохнула со своей семьей. Хватает. Хватает? Да, хватает. Вот без всяких там бесплатных дорог, без субсидий, или приходится брать кредиты? Нет, как бы бесплатной дороги, когда вот даются, да, хватает. А без бесплатной? Нет, не хватает так-то. Я сейчас не работаю так. А вот когда раньше работали, отпускные хватало ли? Хватало. Чтобы слетать, к примеру, куда? Хватало слетать и за границу, и по России. Хватает? Нет, не хватает. Нет, не хватает. Ну, а что тогда делать, раз не хватает? Зарабатывать, наверное, как-то. Ну, либо рассчитывать на бесплатную дорогу, да? Это да, неизменено. Бесплатная дорога очень нужна здесь, потому что билеты дорогие. Мне да. Регион, но только-только. Ну куда можно билет купить, позволить себе? До Санкт-Петербурга. А если подальше? Ну подальше, это уже надо заранее планировать, подкапливать, подкладывать. А вот так внезапно вдруг, да, вот вышли в отпуск и решили дать, если да, в Турцию? Ну это нереально. Ну я считаю, что большинства жителям хватает. А вам лично? Ну я пока нахожусь в декретном отпуске, поэтому пока нигде не была, ни в Турции. Ну если вспомнить до? Ну до, ну не каждый год, так скажем, выбираемся. Потому что есть кредиты, надо платить, поэтому нет возможности каждый год съездить за рубеж. Мне нет, мне не хватило. Не хватило? Ну что для этого тогда приходится делать? Надо найти хорошую работу. Не, ну суды приходится брать? Ну мне пока нет, я пока не буду. То есть чтобы в принципе слетать куда-нибудь в хорошее место, нужно как минимум подкопить? Да. Кредит взять нужно. Сходить взять кредит, деньги. И потом целый год работать и отдавать кредит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!